всем привет дорогие мои господа друзья товарищи многие знают что у нас в ленинградской области в этом году было очень жаркое лето аномально аномально жаркое по сравнению с предыдущими годами как-то выходной денек погожий такой же тепленький выбрался на финский залив плавать посмотреть что там будет план был такой то что залезть в воду и осмотреть вот эти вот пятна зелени камыша зарослей вокруг около берега прозрачность воды сами видите какая но зайдя чуть подальше примерно где-то на глубину по пояс уже находим более-менее нормальный прозрак многие скажут что когда сильно жарко на улице то рыба не особо активна ну не знаю я поехал просто так сам для себя для удовольствия посмотреть что вообще будет глубина ну как говорю примерно по пояс где-то по коленам где-то по грудь вот и плавая вокруг этих зарослей выбрал для себя тактику что буду смотреть полянки небольшие скопления рыбы в принципе рыба есть если есть маленькая то значит где-то должна быть и большая что поехали посмотрим что у нас получится аккуратненько обхожу камни почему потому что за камнем вполне возможно может кто-то стоять такое уже не раз бывало замечал плавая около зарослей наблюдаю большое количество мелочи и плюс справа слева чисто боковым зрением иногда улавливаю силуэты но это скорее всего подлещики лещи они как вы знаете на месте не стоят постоянно находится в движении и очень сложно как-то зафиксироваться прицелиться в такую подвижную рыбу но тем не менее то справа то слева взглядом ловишь какие-то силуэты еще раз убеждаюсь в том что рыба есть надо пытаться надо пытаться глубина небольшая и поэтому спокойно находясь в подвешенном состоянии дышу делаю небольшие залежки на определенных полянках но в принципе никакого результата это по большому счету не дает рыба подходит видеть человека начинает сразу разворачиваться как видите по примеру да скорее все это что у нас подлещик наверно на что-то в этом роде а а а а а а а а а в некоторых местах замечаю большое скопление такие вот стайки мелочи но это что у нас это может только это плотва или опять же лещи что-то в этом роде ну а по опыту уже знаю то что если есть скопление мелочи значит и где то есть и пастух всего этого стада тот кто охотится на эту мелочь потому что это очень хороший корм для хищника продолжаю не унываю тепло плаваю только в одни штанах в принципе комфортно продолжаю потихонечку прочесывать всю эту зелень смотрю вот такие вот небольшие прогалины тропинки так называемые возможно это какой-то даст результат будем дальше посмотреть заглядываю во все эти окна заглянув в очередной такое окошко моя тактика дала результат вот она красавица хорошо попал заметил это и будучи уже уверенный что рыба не уйдет начал потихонечку и снимать такая хорошенькая наверное ну и у меня весов нет но наверно где-то 22 с лишним может три килограмма так как с такой рыбы на кукане плавать не хотелось то соответственно решил вытащить ее на берег мы потом уже при ситуации продолжить либо поехать домой вот такая красавица у нас сегодня немного поснимаю ее для вас и 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 оставив нашел щуку на берегу второй раз зашел в воду решил попытать часть и еще разок опять же тактика та же самая полянки тропинки мелочи много мелочи много опять по бокам вижу силуэты но среагировать не успеваю немного поплавал вокруг понял что в принципе на сегодня мне достаточно хорошая рыбка есть и решил двигаться ближе к берегу такая вот щучка у нас сегодня получилось хорошая хорошая ружье у меня семидесятка как видите четко по размеру ружья пишите что думаете ребят делитесь своим опытом буду рад любой критике замечаниям ну и всем пока до следующих видео субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры